Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология» в студии семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня тема программы «От мечты до цели» мне поможет раскрыть профессиональный лайф-коуч, магистр психологии, создатель школы коучинга «Жить по сердцу» Вера Тюлькина. Вера, здравствуйте! Здравствуйте, Надежда! Ну что, давайте попробуем разобраться. Итак, все ли мечтают? И что вообще такое мечта? Боже, Надежда! Конечно! Всё понятно. Ну что же такое мечта? Сегодня я специально посмотрела словарь Ожегова и Шведовой, и данные авторы дают такое определение, что мечта – это нечто, созданное воображением, мысленно представляемое. Это предмет желаний или стремлений. То есть в моём понимании это такое что-то очень крупное, масштабное, оно может быть даже немножко абстрактное. То есть не иметь конкретно какие-то границы сначала, да? Нет, сначала не иметь. То есть это просто какой-то, возможно, какой-то идеальный образ чего-либо. Вот смотрите, сейчас прямо зачитаю, да. «Психическое каждый день творит реальность. Единственный термин, который подходит для обозначения подобной деятельности – это фантазия». Кстати, эта цитата принадлежит перу великого психотерапевта Карла Юнка. «И каждый из нас сам творит свою реальность». Так вот, мне кажется, фантазия и мечта – это почти знак равенства. Я фантазирую, я позволяю себе мечтать. Но как быть с тем, что некоторые говорят, ну я ведь мечтаю, я фантазирую, я даже иногда представляю, но моя мечта никак не превращается конкретно в цель. Да-да-да, потому что мечта – это может быть такой, знаете, большой розовый слон, который непонятно где, непонятно как, непонятно какого размера, и вообще он розовый или нет. И вот в своей практике я разделяю вот эти выражения, понятия. То есть мечта – это такое глобальное. Потом идёт желание. Желание – это когда вот у меня действительно есть мотив, вот эту мечту воплотить в жизнь. Далее это формируется уже в конкретную цель. То есть, предположим, я мечтаю о машине. Конкретная цель, она уже становится понятна. Например, я хочу белый Мерседес. Дальше работает, включается план действий. Нужно разработать, как воплотить в жизнь. То есть, что мне нужно сделать, чтобы мой белый Мерседес стоял под моим окном. Ну и, соответственно, следующий этап – это конкретные действия. И, соответственно, на всех вот этих этапах, конечно же, ещё должна быть мотивация, чтобы это делать. Потому что, в принципе, на любом из этих этапов мотивация существует. Просто она должна у нас быть. Нам нужно её понимать, что он для нас работает. И, как говорится, подбрасывать дровишек в костёр. И причём делать это постоянно. Регулярно, да? Да, регулярно, пока вот этот белый Мерседес действительно не будет стоять под моим окном. Вот смотри, очень хорошо. Пример такой реально. Там белый автомобиль, да? Я хочу и всё тут. А вот если человек так вот очень... Ну, в мире мечты и фантазии, он очень так абстрактно. Я хочу быть счастливым. И всё. Да? Вот приходит человек и говорит. Вот вы знаете, я там вот прямо чувствую, что вот нет у меня вот этого состояния счастья. А я вот хочу, мечтаю об этом. Как мне это состояние счастья перевести в цель? Ну, во-первых, нужно понять. Вот когда, например, приходит клиент и говорит, я хочу быть счастливым. У каждого на самом деле своё понимание счастья. То есть мы здесь не открываем словарь, а не зачитываем, что должно быть. У каждого, потому что своё, действительно. Да, 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 потому что каждый по-своему определяет, что такое счастье. То есть первое, что мы делаем, мы определяем для клиента, что же для него такое счастье. То есть как он поймёт, что он счастливый человек. То есть это какие-то конкретные показатели. То есть кто-то скажет, что мне нужны гармоничные взаимоотношения с противоположным полом, и я буду счастлива. Кто-то скажет, что я там открою 10 бизнесов, и я реально буду счастлив. А кто-то скажет, что мне ничего не надо, я хочу путешествовать, хочу целый год проездить по миру. Да, и для него будет счастье. И то есть как только мы определим, что для человека счастье, то есть уже цель появляется, да? Уже появляется цель. Да, тогда составляем план действий. План действий. Ну и, соответственно, непосредственные действия, когда это можно воплотить, конечно же, со сроками. Обязательно сроки нужны. Ага, так, не будем торопиться, да? Итак, давайте ещё раз подведём такой итог. Чем же отличается мечта от цели? Мечта – это такая глобальная, такая вот идеальная картинка «Большой слон». Цель – слон уже становится понятен, какого он размера, какой формы, какого цвета. Дальше нам нужен план, как мы вот этот, как этот слон появится в нашей жизни. Ну и дальше, какие конкретные мои действия. То есть я всегда своих клиентов ориентирую, что я субъект действия. И, соответственно, вот что я могу сделать, чтобы вот этот слон, нужного мне размера, цвета и формы, появился. Отлично. Вот хотелось мне узнать, я всегда стараюсь открыть специалиста, да, чтобы он был не просто там специалист, не просто там эксперт, да, для наших слушателей, но и чтобы он был, прежде всего, живой человек, у которого тоже были свои мечты, свои задачи, которые, в принципе, с которыми он там справляется в своей жизни, да? Вот что вас, Вера, привело вот в это направление, именно лайф-коучинг? На самом деле я очень давно занимаюсь психологией, и мое первое образование – это социология. На самом деле это очень близкие понятия, только разница в масштабе. Если социолог работает с группой с большим количеством человек, то психолог уже более индивидуально. Вот, и поэтому это направление мне всегда было интересно, и я посещала различные семинары, тренинги, знакомилась с разными направлениями психологии, вот. Вот, и потом я даже стала мастером-практиком НЛП, но мне было непонятно, какая это профессия, как себя назвать, кем работать. И вообще в трудовой книжке что-то написано, да? Что же будет написано. Вот, и потом я съездила на один семинар про коучинг, и поняла, что это вот именно та профессия, вот кем я хочу называться. То есть такая произошла профессиональная самоидентификация. Вот, что я хочу быть коучем, ну и, соответственно, я приехала, нашла обучающие курсы, где хорошо учат, и пошла учиться. Но когда начала учиться, я поняла, что коучинг, на самом деле коучинг может быть и не психолог. В принципе, большинство коучей это не психологи. Но мы должны заметить, что у нас, кто здесь приходит к нам, да, они здесь обязательно с профессиональным психологическим образованием. Да, 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 и поэтому я поняла, что мне еще нужно и психологическое образование, и поступила на психолога. Итак, как вы работаете со своими мечтами? Была ли такая мечта, которая уже вот прям реализовалась, я думаю, уже даже... Ну, конечно, вот, например, мечта стать коучем, стать психологом. Вы тоже прошли все эти алгоритмы, которые сейчас раскрываете для нас? Да, конечно. То есть все, о чем я рассказываю, как бы все опробовано на себе. То есть первый клиент, на ком я экспериментирую, это я. Отлично. Соответственно, если на мне работает, то я уже это применяю, может быть, что-то адаптирую уже под других людей. То есть вот чем мне нравится коучинг? Коучинг – это такая, наиболее короткий путь достижения цели. То есть это такая, вы знаете, за минимум времени максимум результата. И причем очень эффективные техники. Причем я очень люблю психологию. Я как бы без нее тоже никуда. Но если психолог у нас работает больше, например, с прошлым, то коуч работает больше с будущим. То есть он помогает открывать именно перспективы. Хотя в некоторых моментах, действительно, чтобы открыть перспективы в будущее, нужно, как говорится, почистить хвосты в прошлом, подвести итоги, в прошлое сделать выводы, которые действительно будут ресурсом уже двигаться в будущее. К дальнейшим целям. Согласна. Вот мне тоже понравилась очень фраза, которую я выписала для себя. Прошлое и будущее существуют только в наших мыслях. Прошлого уже нет. Будущее тоже еще нет. И независимо от того, вспоминаем ли мы о прошлом или мечтаем о будущем, действуем мы только в настоящем. Только в настоящем можно что-то менять в своей жизни. Ни прошлое, ни будущее нам не подвластны. Так что как бы мы ни забегали, как бы мы ни работали с прошлым, как бы мы ни старались забегать в будущее и заглядывать туда, тем не менее действовать нам приходится в настоящем. В настоящем это, конечно. И вот осознание вот этого, что здесь и сейчас я нахожусь, и я что-то могу сделать для того, чтобы завтра было мне лучше, светлее, радостнее, или я вдруг себя чувствовала более наполненно, вот это стоит того, чтобы прописать себе путь к той цели, которую ты для себя определил или выбрал. Да-да-да, вот я прочитала в мартовском Чифтайме интервью с Андреем Парабеллмом, и он очень интересно такую метафору дал, как работать со своими целями. То есть первое, это нам нужен генерал, такая наша субличность генерал, который все продумает, стратегию, тактику, все пропишет, план действий пропишет. Дальше нам нужен солдат, который будет исполнять. Это тоже наша же субличность. Да, это наша же субличность, которая уже не думает, а просто, как говорится, копает, да, от забора до заката. До обеда. Да-да-да, его задача делать. Если солдат наш ленивый, вот, тогда нам нужен еще героический сержант, который, несмотря ни на что, будет действовать. Вот, и при таком, получается, сержант уже, в принципе, тоже не думает, но, в принципе, сержант, он может как-то корректировать уже по ходу действий. Работу солдата. Да, работу солдата, и, соответственно, цель выполняется. Поэтому нам в любом случае нужен вот какой-то план или какой-то хотя бы идеальный образ, к чему мы хотим прийти, чтобы все остальное работало, и как бы вселенная складывалась, и ресурсы подбирались, и чтобы к этому прийти. Но здесь самое главное, это, конечно, действовать. Действовать в настоящем. И еще раз действовать, ну, вот как бы только действие. Потому что иначе, да, иначе получается. Ну, и где же, как вот бывает такое, клиент говорит, а где результат? А где результат, он спрашивает сам себя, ну, и человека, который его сопровождает, да? Да, да. Соответственно, с клиентами мы всегда прописываем, как он поймет, что это именно то, чего он хочет, что это именно тот белый Мерседес, который я хочу. Или розовый слон. Да, или розовый слон. То есть мы обязательно эти показатели прописываем, потому что, на самом деле, я часто сталкиваюсь с клиентами, у которых, ну, достаточно высокая степень перфекционизма. И как бы достижение цели – это только полет на Луну, вот не меньше. То есть если будет что-то меньше, все это не то вообще. И, соответственно, человек, ну, как бы, нет вот этого удовлетворения. И поэтому мы прописываем конкретные показатели. То есть, например, что он увидит, когда достигнет своей цели, что он будет слышать, что он будет чувствовать, что он будет знать. Может быть, это какие-то конкретные вещи или факты, которые, ну, в зависимости от цели. То есть это какие-то конкретные показатели, по которым человек понимает, да, это то, чего я хочу. Мы как бы это заранее все прописываем. Потому что когда проходит время, и вот сравниваешь. Вот у тебя есть это, давай смотреть. Ты так себя чувствуешь, ты это слышишь, ты это думаешь. Вот этот, это тот розовый сон, этот белый Мерседес. И вот тогда человек, да, действительно начинает понимать, что да, это то. И уже как-то, ну, начинает, как-то сказать, может быть, даже себя хвалить. И вот этот перфекционизм немножко отходит. Вот, Вера, для меня очень важный такой вопрос. Я уже тебе до эфира говорила, что у меня был такой период, когда я проживала не свою собственную цель. То есть, да, мне там ее нарезали, и я там, ну, шла к ней с чувством о том, что, ну, да, вот это мое, но я просто себе еще пока не призналась окончательно, что это так. Это был сложный для меня период очень, когда я поняла, подходя, добившись этой цели, что это же не мое было. Не моя цель была, реально. Вот как можно различить, твоя ли это действительно цель или навязанная родителями, там, да, близкими людьми, там, еще кем-то? Ну, в этом случае я это называю проверка на экологию. То есть при вообще формулировании любой цели, что масштабной, что, может быть, даже не масштабной, нужно задать себе, я бы сказала, такие четыре вопроса. Во-первых, мне это действительно нужно. То есть в первую очередь мы всегда обращаемся на себя, то есть потому что, в принципе, я буду субъектом действия, я буду действовать, я буду затрачивать свои ресурсы, в том числе личностные, возможно, денежные, временные и так далее. И то есть мне нужно понять, мне это действительно надо. Причем вот этот ответ может быть как материальный и нематериальный. То есть, например, от цели в любом случае, от достижения этой цели в любом случае должна быть какая-то польза для человека. Как еще раз повторю, она может быть материальной и нематериальной, просто ее нужно осознавать. Потому что чем больше мы понимаем, что эта цель мне полезна, она мне нужна, соответственно, у меня больше мотивации, причем даже мотивации внутренней. И именно внутренняя мотивация помогает с утра вставать и начинать действовать. И нам не нужен кнутый и пряник внешний, чтобы это делать. То есть первый вопрос. Мне это действительно нужно? Дальше. Это то, чего я хочу? Это то, чего я хочу? Да. Вот здесь как раз мы убираем... То есть одно дело нужно, и другое дело хочу ли, да? Да, 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 да. Вторым вопросом мы убираем сомнения, моя цель или это навязанное. То есть этого я хочу, а там не моя мама, там родители, какие-то родственники, какие-то авторитетные люди, там еще кто-то. Ну вот все, кроме меня. Все, кроме меня. А делать мне придется, да? Получается, да. А действовать-то мне надо будет. Дальше. Готова ли я принять последствия этой цели? Да, вот об этом поподробнее, потому что... Да, 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 потому что последствия, они могут быть как позитивные, негативные. То есть вот на своих тренингах я привожу такой пример, который, наверное, будет всем девушкам понятен. Значит, я хочу встретить принца на белом кне. Хорошо, я его встретила. А готова ли я к этой встрече? Например, он мне скажет. Все, дорогая, женюсь на тебе, рожай мне пятерых детей, сиди дома. А как бы с моей системой ценностей это соотносится. То есть я готова сесть дома, я готова рожать пятерых детей. А так-то мне нужен был принц для того, чтобы путешествовать по всему миру там с ним, на баллы ездить, да? Да, 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 да. А у принца другое. Значит, поэтому здесь мне нужно сделать выбор. Либо я понимаю, что принц пока мне не нужен, либо я корректирую уже параметры принца. То есть как я пойму, что вот это именно тот принц на белом кне. То есть, соответственно, я опять же проговариваю, продумываю про себя те параметры принца. То есть либо это такой вот, с кем мы будем путешествовать, как вы сказали, да, по баллам ездить, по разным странам. Либо это такой хороший домохозяин, с которым мы все будем строить квартиру, дачу, рожать детей и так далее. Царство государства, да, да, да. Потом их женить и выдавать замуж, да? Да, да, да. То есть это как бы у каждого принца на белом кне опять же будет свой. То есть мне нужно понять, готова ли я к этим последствиям. Потому что это ответственность, да? Да. Да. Ну вот еще пример я привожу, который вот реально существующий пример моей клиентки, которая хотела поправить свое материальное благополучие. Соответственно, она устроилась на вторую работу. И когда она стала больше работать, соответственно, стала меньше времени уделять с ребенком, общению с ребенком. А для нее это оказалось, вот когда она устроилась на вторую работу, она поняла, что для нее это действительно очень важно. Чтобы... Общаться именно с ребенком, его больше видеть, вносить какой-то личностный вклад в его развитие и воспитание. Вот. И, соответственно, возникло чувство вины. Угу. Да? Она подумала, поняла, что ладно, нам хватит тех денег, которые были. Угу. Она ушла со второй работы и как бы снова, ну, можно сказать, вернулась в семью. Да, и стала больше проводить больше времени с семьей. И, соответственно, как она говорит, она почувствовала облегчение. Угу. То есть вот она проверила эти последствия, она оказалась к ним не готовой. И, соответственно... Делала определенные выводы, да? Да, да, да. То есть иногда надо действительно так поступить, чтобы понять, что для тебя действительно важно. Угу. А можно было не поступать. Да, можно было об этом подумать. Подумать просто, да? Вот ответить на эти самые вопросы. Да, да, да. И четвертый вопрос, да? Да, и четвертый вопрос. Кому будет полезно, если я достигну этой цели? То есть это какие... кто еще выиграет, у кого какие выгоды, да? Да, да. И это, знаете, как... это мне тоже подсказала моя коллега, этот вопрос, мне он тоже очень понравился. То есть это такое внутреннее благородство цели. Угу. То есть, и, соответственно, ответом на этот вопрос, ну, как минимум, должно быть полезно мне. Угу. Ну да, как минимум. Как минимум. А если еще и... Ну, тогда, ну, вообще, зачем эта цель? То есть если я вообще не вижу никакой пользы, а вижу только одни растраты, как говорится, да, своих ресурсов, своего времени, и, соответственно, ну, это же истощение энергетическое. Соответственно, у меня даже и не будет мотивации эту цель делать, и там какой бы кнут к себе там не применять. И каким бы пряником себя не заманивать. Да, 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 и если я понимаю, что даже мне это вообще не полезно, то это очень тяжело. Ну, и, соответственно, чем масштаб полезности для других будет больше, тем, соответственно, у нас больше вот именно внутренней мотивации это делать. То есть если я понимаю, это будет полезно мне, моей семье, предположим, моим друзьям, коллегам, может быть, даже городу, региону, области. О, здорово. Я очень сразу же подумала над нашим проектом, который вот сейчас происходит, да, практическая психология. И когда я его задумывала, да, я, конечно же, думала о том, что и мне это будет полезно, и моим коллегам, и слушателям тоже. Я понимаю, да, очень важный вопрос. Да, и вот я бы еще рекомендовала это все записать. То есть вообще как бы вот эти ответы на вопрос, в принципе, что мы делаем, ну, как бы на моих тренингах, мы это обязательно все записываем. Потому что вот это вот, ты отвечаешь себе на вопрос, вот эта эйфория появляется, но потом за суетой, за какими-то другими делами это забывается. А так можно посмотреть, снова перечитать и снова, опять же, вдохновиться. Напомнить себя еще чем-то. Да, вспомнить, ради чего же я это все делаю. И, соответственно, это даст нам мотивации и действия. Хорошо, очень, очень хорошо. Итак, на эти четыре вопроса мы ответили. Да. И мы понимаем, что есть ради чего идти к своей цели, да, цель ясна. Теперь надо только пройти этот путь. Итак, в этот путь отправляешься. Иногда бывает страшно отправиться одному, да. И вот, наверное, коучи – это те самые люди, которые могут тебя сопроводить. С коучем можно разработать план действий. Кому-то достаточно, вот некоторым моим клиентам просто достаточно прописать план действий. То есть, грубо говоря, мы прописываем пошаговую стратегию со сроками. Кому-то действительно нужно сопровождение. То есть, есть такие клиенты, с которыми мы, например, встречаемся раз в неделю или даже раз в месяц. И, как сказать, проверяем. Да, вот, то есть, кому-то вот нужна вот эта внешняя мотивация. И причем мотивация может быть как кнутом или пряником. То есть, кого-то надо ругать, что ты ничего не делаешь. Что ты ничего не делаешь, уже месяц прошел, а ты все стоишь на точке, на одной, на той же. А кого-то, наоборот, нужно хвалить. Ну, вот, посмотри, ты вот здесь продвинулся, здесь продвинулся, здесь продвинулся. И человек это вдохновляет. Потому что при достижении цели очень важна поддерживающая среда. То есть, если у вас есть люди, которые вас поддерживают, ваши родные, близкие, либо друзья, либо коллеги, это отлично. То есть, это вам помогает, вас вдохновляет действовать. Но если, например, в окружении, ну, как бы все против, да, и все считают, сиди, не высовывайся, вообще о чем ты здесь говоришь, тогда действительно коуч может стать вот именно той поддержкой, может быть, таким вот кладком чистого воздуха. Или путеводной звездой своего рода, да, который единственный верит в тебя. А сколько таких примеров, да? Бывает, что именно родные и близкие на поддержку, кого ты рассчитываешь, да, тебе ее не оказали. Абсолютно чужой человек, там пара, тройка каких-то фраз, да, тебя вдохновляет, ты двигаешься дальше. Да, поэтому обязательно нужно искать себе поддерживающую среду. То есть, либо в своем окружении, либо искать внешне. То есть, это люди такие есть, которые хотят поддерживать. Мы об этом еще поговорим, да, но вот я, так как, чтобы у нас все это было так выстроено с тобой, да, мне сейчас хочется как раз про алгоритм действий. Итак, цель ясна, как я уже сказала, да, мы понимаем, мы ответили на все эти вопросы, прописали этапы и прописали даты. Это обязательно, да? Ну, хотя бы нужно примерно ориентироваться на какие даты. То есть, хотя бы к какому сроку, например. А для чего мы это делаем? Это мы делаем, чтобы даже себя организовать, потому что, как я, всегда все сводится к мотивации. Иногда, ну вот самое... Давай тогда сразу же, мы очень много раз произнесли это слово мотивация. Давай попробуем объяснить доступным способом, да, слушателям, потому что не каждый, вот, например, может ориентироваться, да, что такое мотивация. Ну, мотивация, это, наверное, такое вот внутреннее желание действовать. То есть, мотив, да, который меня приводит в действие, да? Да, все верно. Вот, и в своей практике я, наверное, ориентируюсь на два основных типа мотивации. Это к достижению и, соответственно, к избеганию. Вот, вот этот мотив к избеганию, мне он очень знаком. Я думаю, что он знаком многим, да? Он многим знаком, и вот на самом деле обе эти мотивации, они работают. Они обе рабочие. Расскажи нам поподробнее об этом. Обе хорошие. Я приведу пример. Я хочу написать книгу. Я тоже. Ну, это как пример. Значит, я хочу написать книгу, и у меня, соответственно, могут быть две мотивации. Если у меня мотивация к достижению. Я сижу и думаю, вот я напишу эту книгу, там миллионы людей ее прочитают, у людей жизнь изменится, ну, то есть, вот меня это вдохновляет, я сажусь и пишу. Если у меня будет мотив избегания, я сижу и понимаю, я заключила контракт с издательством. Значит, к декабрю мне нужно положить на стол рукопись, чтобы ее издали, чтобы она потом ушла миллионным тиражом. Да, 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 да. Ну, и, соответственно, если в декабре я эту рукопись не положу, там такие штрафные санкции и так далее. То есть, оба этих мотива меня побудят работать. Действовать. Да, действовать, писать эту книгу. Ну, просто при первом мотиве я буду с вдохновением с утра вставать и писать, думать о тех миллионах людей, которых я счастлива. Конечно. А тут я буду думать каждый раз о сумасшедших миллионных штрафах. Да, и, соответственно, мне нужно будет приложить к себе всем свои знания, умения и навыки, чтобы себя мотивировать. Вот, и, соответственно, я больше это буду делать как бы через палку. Ну, как бы, как сказать, под палкой. В обоих случаях я книгу напишу. Ну, вот качество книги, я даже не знаю, где будет лучше. Может быть, даже и качество будет лучше, потому что тоже будет, может быть, одинаково, потому что всё равно, когда человек чем-то увлекается, он вовлекается в процесс, да, и уже, конечно же, написание будет идти лучше. Но разница в затрачиваемых ресурсах, именно внутренних ресурсах. То есть, в первом случае я буду с вдохновением вот так вот садиться за компьютер и там писать целый день. Потом буду вспоминать, что эти полгода, которые я писала книгу, это были самые счастливые мои полгода. Да, 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 да. А во втором случае я буду не в 9 часов утра садиться, да, там, предположим, а в 3. Откладывать до последнего. Откладывать до последнего, как вот я думаю, что многие помнят, когда готовятся к экзаменам обычно, все начинают прибираться неожиданно. Завтра сдавать экзамены, почему-то генеральная уборка становится важнее. Да, тут надо это сделать, то сделать. Вот, то есть, действительно, будет откладывание, и вот это вот, включится перфекционист, включится генерал, который будет вот ругать. И то есть, это просто затрата внутренних ресурсов. Она просто больше будет. Ну и послевкусие. Разное бывает послевкусие, что тоже немаловажно, да? Да. Да, да, да. Хорошо. Ну и, соответственно, еще тип мотивации – это внутренняя или внешняя. Внутренняя мотивация – это когда я знаю, зачем мне это, что мне это надо, да? Если человек, например, даже понимает, что достижение этой цели соотносится с его там, как сейчас модно, предназначением или миссией. Очень мне нравятся эти слова. Да, то есть, чем вот больше он это понимает, это вот внутренняя мотивация. Это как раз то, что помогает вставать и делать. Либо внешняя мотивация. То есть, если мне не хватает внутренней, то, как говорится, дружественная вселенная нам помогает. То есть, мы попадаем в определенные ситуации, где мы вынуждены проявляться, я бы так сказала, и действовать. Действовать, да. То есть, очень много даже фильмов про героев, про супергероев, как бы там никто не хотел спасать мир-то. Так случилось, да? Они оказались в такой ситуации, где они просто были вынуждены. Ну, вот этот, например, первый фильм, который приходит в голову – это «Пятый элемент». Ну, как бы он не собирался вообще никого там спасать, Брюс Уиллис, да, но… Но ему пришлось. Ему пришлось это сделать, да, и он сделал это хорошо, потому что, опять же, он был к этому готов, у него были определенные знания, умения, навыки. То есть, дружественная вселенная нам помогает, обстоятельства нам помогают. Надо только их видеть, слышать, да, и разрешать себе прислушиваться. То есть, либо мы добровольно на это соглашаемся, либо тогда нас вселенная несет. Да, да, да. Тут очень хорошая фраза, тоже я ее выписала. «Если время от времени не совершать невозможное, непонятно, зачем вообще было рождаться на этот свет». Поэтому, когда мы с вами вдруг понимаем, что цель стоит того, чтобы время от времени совершать невозможное, например, преодолевать свою лень изо дня в день, да, и становиться на чуточку лучше, чем ты вчерашний, да, то тогда, наверное, стоило родиться на этот свет для того, чтобы насладиться вот этим процессом. Конечно, потому что у нас же, когда мы достигаем чего-то, у нас формируется, во-первых, уверенность в себе. А уверенность в себе для меня это и мышца, которая накачивается. Отлично. Она накачивается только действиями. Все, ничем другим оно больше не накачивается. Вот только действиями, действиями, действиями. А из уверенности в себе, то есть, если, например, у человека есть в жизни какие-то глобальные достижения, там, не знаю, для всех разный уровень тоже глобальности, ну, возьмем, например, там, закончить университет, там, выйти замуж, родить детей, там, не знаю, открыть бизнес. То есть, вот, чем больше вот таких достижений, которые человек действительно понимает, что это достижения, потому что он вкладывался, или вот написание книги, да, там, или там написание диссертации, предположим, то тогда формируется чувство самоэффективности. И когда вот у человека есть вот это чувство самоэффективности, у него уже нет страхов. То есть, вот, например, если я написала докторскую диссертацию уже один раз, второй раз я ее напишу, я знаю, что я ее написала, значит, я могу это сделать. Второй раз я, наверное, ее напишу быстрее, а третий раз я вообще, наверное, уже не замечу, как напишу третью докторскую диссертацию. То есть вот это вот именно, в принципе, нам достаточно хотя бы трёх вот таких вот глобальных достижений, чтобы вот это чувство самоэффективности было. Тогда уже человек не боится там приступать к реализации нового проекта, писать очередную книгу, не знаю, открывать очередной бизнес. Для него это уже, да, приобретённый опыт, навык, да, и я просто опираюсь на это и иду дальше. Да, 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 да. Хорошо. Ну что, ещё у нас есть четыре минутки для разговора для нашего, да, давай попробуем про ресурсы поговорить. Итак, где можно подчеркнуть ресурсы для поднятия боевого духа? То есть вот мы же идём, да, к этой самой цели, и вот понимаем, что дух-то он не всегда у нас боевой, да. Иногда вот прямо хочется нам, ах, передохнул бы, там, да, утомился, устал, не знаю, там, ещё что-то. Ресурсы, в общем, такая вещь заканчивающаяся, да. Вот я лично смотрела с удовольствием какие-то фильмы. Для меня вот это ресурсно, да, если у меня получается найти хороший фильм, который вот отзывается. А что делаете вы? Ну, на самом деле я, опять же, делю ресурсы на внутренний и внешний. Внешний – это то, что, в принципе, доступно любому человеку, они есть, то есть это фильмы, как вы сказали, да, вдохновляющие фильмы, вдохновляющие книги. Может быть, это истории реальных людей. Вот я, если честно, очень люблю смотреть фильмы, которые действительно про реальных личностей, на реальных событиях основаны. То есть когда вот видно, вот это как человек формируется, и как он развивается, и как вот он от, ну, грубо говоря, никого приходит к себе настоящему. Ну, вот я бы так сказала. А вот также это могут быть внешние примеры. То есть может быть кто-то из знаменитостей, кто вдохновляет. И особенно, если, например, в профессии ты видишь такого человека, который достиг, это внешнее. Есть внутренние ресурсы. Внутренние ресурсы – это, конечно же, это вот, это как раз вот признание своих достижений. То есть когда я реально вижу, что я вот молодец, я умница, потому что я сделала это, это, это. То есть это может быть как благодарность себе, как практика благодарности себе, может быть, там, ежедневно или даже там раз в год подведение итогов за год, какая я молодец. А вот расскажи, пожалуйста, как раз про одну из своих практик, которую ты совсем недавно провела, и я вот даже приняла в ней участие. Да, я просто так же, когда… Это тоже ресурсно было, для меня лично очень. Да, это очень ресурсное состояние, потому что мы на самом деле не приучены, большинство из нас, давайте будем так говорить, не приучены благодарить себя. Вот, и нас как бы, как в школе, например, мало хвалят, так может быть, вот наши родные, может быть, нас мало хвалят, мы сами себя мало хвалим. А когда мы видим свои достижения, мы их признаём, что они у нас есть, да, мы вот их прямо видим, и вот действительно, ты понимаешь, ну вот я тоже первая, кто была участницей моего проекта, была я. Отлично. Я написала 10 достижений за 2016 год, и я реально увидела, какая я молодец, как я пахала. Вот, и мало того, что… Мало того увидеть, да, надо себя ещё поблагодарить. Похвалить, да, поблагодарить себя, ну и, конечно же, обязательный подарок себе. Я вот посмотрела на свои достижения и поняла, так чего же я достойна за всё, что вот я год делала, чего же я достойна, и, соответственно, придумала подарок, и этот подарок себе… Реализовала. Реализовала, да, и это очень приятно. Вот, и потом я подумала, что, ну, я вот веду тренинг «Магазин желаний», и мы там как раз прописываем цели на год, и хотя мы мотивацию смотрим, всё, мотивация, но человеку всё равно нужно вот это вот дополнительно. И я ввела вот эту практику, то есть каждый участник прямо тут же пишет 10 себе благодарностей. Ну, и я вижу, что как бы вот людям это помогает. И потом я решила это сделать как онлайн-проект, то есть я приглашала всех желающих поучаствовать, написать, написать себе благодарности за свой год, ну и, соответственно, у нас разыгрывались призы. И, на мой взгляд, проект прошёл очень удачно, потому что вот я смотрю, судя по… ну, я не знаю даже, чего я ожидала, но я на самом деле очень довольна результатами, потому что 17 человек приняли участие, написали свои истории успеха. Ну, и при этом, получается, ты каждому из этих 17 людей заставил, в буквальном смысле слова, да, ну как бы, они сами добровольно это сделали здесь и вспомнить о том, что я вообще сделала, да, за что я тебя могу себе благодарить. Да, потому что у нас, к сожалению… И это как раз обращение к внутренним ресурсам. Да, потому что это вот как дневник успеха. Кто-то этот дневник успеха ведёт, кто-то только мечтает его вести, а кто-то даже не знает, что его нужно вести. То есть, в принципе, такая практика, она может быть хотя бы раз в год, то есть подведение итогов за год, какая я молодец, и что я за этот год сделала. Это, опять же, мы отмечаем свои достижения, мы хвалим себя, а если достижение действительно значимое, как, предположим, там написание книги, то у нас пунктик чувства самоэффективности. Просто у нас, может быть, не хватает сейчас времени на какую-то вот саморефлексию остановиться, подумать, подвести итоги. Вот именно почему я сделала это и тренингом, потому что всё, люди уже пришли, они на подводной лодке. Никуда не сбегут. Да, они знают, что я их не выпущу, пока план наш не будет выполнен. Вот, и как бы люди просто сидят и делают. Итак, мы продолжаем программу «Практическая психология». Сегодня мы говорим о мечте и о том, как эту мечту превратить в цель, а потом достигнуть эту самую цель. Вера, давайте продолжим. Итак, вот смотрите, бывает в жизни, что идут люди к своей мечте, да, а по ходу понимают, что вдруг захотелось чего-то абсолютно другого. Ну, то есть меняют курс. Или же наоборот, вроде бы вот мечта, она уже близка, да, но я понимаю, что я вообще хочу-то ещё глобальнее. Такое вообще было у вас в практике? Да, и на самом деле меня всегда это, ну, как-то вдохновляет. Потому что я помню из начала своей практики, ну, может быть, это не мечта была, но ко мне пришла клиентка, с которой мы работали на налаживание взаимоотношений, она хотела выйти замуж. Она жила со своим молодым человеком и хотела выйти замуж. То есть её не устраивал гражданский брак, ей хотелось официального брака? Да, ну, она хотела замуж. А в итоге, когда мы с ней поработали, она приходит мне и говорит, что я его выгнала. И у меня на самом деле был шок. Вроде бы, я говорю, мы же с тобой сделали всё для того, чтобы у вас было счастье. Но она говорит, благодаря нашей работе она поняла, какого человека она хочет рядом с собой видеть. То есть оказалось, что этот человек совсем не её мечта. Да, не её мечта, не принц, не её принц на белом коне. И то есть если сначала у меня какой-то был шок от этого, потому что, казалось бы, ну, конкретная цель, мы с ней всё прописали, сроки прописали, всё мы с ней делали, ну, то есть она делала, а тут не так. А потом я поняла, да, по-моему, слава богу, что она поняла, что это не тот мужчина. И сейчас, например, у неё тот мужчина, и я за неё очень счастлива. И она в том самом браке, о котором мечтала, да? Да, 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 потому что всё равно постепенно вот эта вот шелуха, ну, какого-то вот всё лишнего. Знаете, как у Родена, как он говорил, берёшь камень и отсекаешь всё лишнее. И в итоге у нас получается статуя, ну, грубо говоря, наша цель или наша мечта, действительно, к чему мы хотим прийти. Поэтому если по дороге что-то изменится, по-моему, это отлично. Ну, да, я с вами. Потому что, видите, у нас же, мы когда идём, мы же меняемся. То есть вчера я хотела одного, я была такая, завтра, сегодня я другая уже, а послезавтра я буду вообще третьей. Потому что всё течёт, да? Да, всё течёт. Всё изменяется. Да, конечно. Хочу тоже прочитать. Понравилась, когда готовилась к программе, понравилась фраза. Всё, что живёт в нашей душе и значимое для нас сегодня, существует здесь и сейчас, даже если оно случилось дни, десятилетия, века назад, или ему ещё только предстоит стать явью. И вот мне кажется, то, что ты сейчас привела пример, да, девушка чётко понимала, что вот здесь и сейчас вот тот человек, вроде бы, с которым я бы хотела быть вместе, да, он не соответствует моим требованиям, моим желаниям. И внутренним, да, не соответствует моему. Это вообще отлично. Потому что в данном случае, может быть, была бы несчастная семья, а в данном случае у них, у обоих появилась возможность стать счастливыми. Стать счастливыми, да. Я думаю, что тот молодой человек тоже нашёл, обрёл счастье с другой девушкой. Ну, будем надеяться. Надеяться, и так. Итак, бывает в жизни, я, кстати, таких людей встречаю очень часто. Бывают люди такие, знаете, деятельные, целеустремлённые, да, и они вот легко ставят себе цель, понимают весь алгоритм, который их приведёт, да, к этой цели, но как только они к ней становятся всё ближе и ближе, возникает внутренняя паника. А вообще, как мне дальше-то жить? Вот я сейчас её достиг, а что дальше? И дальше вот это состояние обнуления. Когда-нибудь встречала такое в практике? В практике? Ну, вы знаете... Наверное, в литературе, наверное, в фильмах, да, я видела? Да, больше в фильмах, в литературе, потому что, в принципе, чтобы такого обнуления не было, вот я для себя понимаю, тогда нужно видеть что-то большее. То есть, в принципе, цель, если представить так это метафорично, то есть мы поднимаемся в гору. По сути, у всех есть определённая задача на жизнь, например, самосовершенствование, да, или вот... Саморазвитие. Да, саморазвитие. И, соответственно, у нас есть ступеньки, вот как мы в гору поднимаемся, и на каждой ступеньке есть. То есть цель, одна цель – это одна ступенька. Поэтому, чтобы вот не было вот этого обнуления, нужно тогда представлять конечный итог, ну, то есть к чему я хочу идти. То есть, может быть, знать свою миссию, знать своё предназначение. Вот, то есть видеть эту цель более глобальная. Тогда вот это уже будут такие, как по цели, обнулений не будет. Либо, если, например, человек не понимает, зачем ему всё это, тогда просто расслабиться. Вот как раз по поводу нас с вами, может быть, даже где-то кто-то и учил, и рассказывал, как ставить цели, как к ним идти, да. Но вот как радоваться тому, что ты достиг эту цель, нам об этом не рассказывают, да. А это один из основных этапов, правда. Это как раз тот самый момент, который тебя может вдохновить на что-то новое. Вот именно не обнулить, а стать такой наградой, которую ты можешь себе, вот про что ты рассказывала, да, про эффективность. Да, я действительно достиг этого. Да, чувство самоэффективности. Да, чувство самоэффективности. Да, генерал тебя хвалит, жмёт тебе руку. Что вот это? Это обязательное условие? Мне кажется, что это обязательное условие, это вот именно благодарность себе. То есть вот, на мой взгляд, нужно подвести какой-то итог, то есть понять, вот цель я достигла, чем для меня это было полезно время, что для меня, какая польза была, что я получила. Ну, то есть вот собрать вот эти вот ресурсы, увидеть и, соответственно, понять, какой у меня опыт накоплен и что дальше я могу с этим делать. То есть что я дальше могу, грубо говоря, перейти во второй уже класс. Да, или пока ещё в первом, пока что-то мне непонятно. Хорошо, и так подведём такой итог, что один из основных моментов после постановки цель, да, выработать стратегию с чёткими пониманиями поэтапности, датами, да, и, наверное, с такой постоянной рефлексией, да. Ну, или хотя бы направление, потому что на самом деле мы все разные. Кому-то нужен чёткий план, кому-то нужно просто направление, куда идти. То есть это нужно ориентироваться на себя, знать, что для вас хорошо работает. Ну, вот для меня вот направление, это, знаете, как вот указал мне муж в лесу, вот смотри, вот там север. А кому-то вот этого достаточно, кого-то пугают вот эти планы, сроки, они просто вводят в ступор и пугают. Поэтому здесь просто... То есть иди на север, и ты выйдешь, да? Да, вот кому-то надо просто сказать, иди на север, он понимает, что ему надо на север. А кому-то нужно прописать, как пройти на север. До левой, там до одной дорожки. Да, потому что, например, вот если это творческая личность, там нужно только дать направление. Всё, иначе там просто ступор начинается у людей. Или внутреннее сопротивление включается. Да, или внутреннее сопротивление. Вот, кстати, об этом хотелось ещё поговорить. На самом деле, когда включаются вот эти процессы, да, метания, внутреннего сопротивления, у меня очень сильная прокрастинация. Я откладываю всё до последнего, чтобы потом запрыгнуть в этот самый вагон и всё равно достичь того, чего ты хочешь, да. Но это мне слишком усложняет в жизни, я думаю, что такие вещи... С другой стороны, это может быть просто стратегией. Стратегией. То есть у некоторых людей это действительно стратегия попасть в последний вагон, потому что они мобилизуют свои силы, вот именно, ну, знаете, вот как копится, копится. Я со стороны наблюдаю, хожу, смотрю. Да, пазл складывается, вот он складывается, складывается, всё, последний пазл сложился, надо действовать. То есть это может быть тоже просто стратегия. То есть это, опять же, нужно понимание себя. И вот я тут ещё совсем недавно читала книгу о том, что, кстати, вот к этой стратегии склонны интуиты, да. То есть люди, которые интуитивно, как, знаешь, некоторые говорят о том, что, ну, я интуитивно чувствую, что я делаю правильно, да. Но я особо тут не это, не развожу руками пасты никакие там волшебные не делаю. Вот так складывается, складывается, а потом раз. Да, да, да. И всё. То есть это не плохо, не хорошо, нужно, опять же, знать себя и понимать, какая стратегия. Кому-то нужно вот поэтапно, прям, знаете, с утра вставать, прописывать себе план по этому плану, действовать, сверять, рефлексировать и видеть, что я двигаюсь. А кому-то вот нужно дождать до последнего и сделать прорыв. И сделать прорыв. Отлично. Мне очень сегодня нравится. И сейчас бы хотелось, Вера, поделитесь, так как у нас программа называется «Практическая психология», да, поделитесь несколькими практическими рекомендациями для всех наших слушателей. Вот что у вас есть, такие свои методики какие-то, приоткройте немножко свою. Ну, соответственно, мы сегодня с вами говорим о мечте, да, и, соответственно, нужно себе позволять мечтать. Лично. Хотя бы иногда, хотя бы раз в год позволять себе это делать, потому что, ну, как бы это помогает как-то, вы знаете, за рамки выйти, выйти за границы какие-то. Вот, и чтобы помечтать, вот мне очень нравится инструмент «Карта желаний». Делать карту желаний. Я думаю, что многие слушатели представляют, что это такое. То есть это взять себе пачку журналов глянцевых, которые нравятся, там, кому-то надо про отдых, кому-то про платье, кому-то про бизнес, кому-то про машины и так далее. Ну, то есть вот просто смотреть вот эти журналы, вырезать картинки, которые просто цепляют, может быть, даже не понимаешь, почему цепляют. Картинки, фразы, да, и вот создавать вот эту карту желаний. То есть на большой ватман, да, потом наклеиваешь, размещаешь, да, эти карты? Да, 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 это у кого, конечно, сколько времени. То есть можно даже на А4 просто сделать небольшую, как бы все по-разному. Но просто вот эта карта желаний, она помогает немножко вот это помечтать. То есть, по крайней мере, появляются визуальные образы, визуальные картинки. И когда ты уже на эти картинки смотришь, ты понимаешь, вот картинка семьи. То есть вот здесь что? То есть создать семью, наладить взаимоотношения с семьей. То есть потом это уже как бы становится уже целями, становится понятно, чего ты хочешь. Или вот эта машина, да, и там, соответственно, тоже появляется какое-то понимание какой-то машины, там, либо квартиры, либо дачи. То есть ты понимаешь вообще, что тебе интересно и что хочется. Отлично. То есть создаёшь какой-то сначала образ, да, он может быть совсем, ну, не похожий на твой конечный результат, да, который у тебя будет, да? Но образ уже близок, да? Да, 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 да. Вот. То есть такую карту желаний можно делать хотя бы раз в год, либо, ну, предположим, на 3-5 лет. То есть вот кто любит помасштабнее мыслить, ну, соответственно, да можно хоть и на всю жизнь такую карту сделать. Вот. Но это позволяет хотя бы помечтать, хотя бы понять, чего ты хочешь. Прислушаться к себе. Да, прислушаться к себе, потому что обычно человек вовлекается в этот процесс, и он так это бессознательно, эти картинки вырезает, а потом наклеит, и уже как бы становится понятно, чего хочется. Вот. То есть, например, вот, делать карту желаний раз в год. Потом очень хорошая практика – благодарить себя. То есть хотя бы тоже раз в год. Подведение итогов за год и действительно написание своих достижений. Кто-то ведёт дневники успеха, это тоже очень классно. А это что такое? В дневник успеха, да, туда записываются все свои достижения. Причём достижения разного уровня, начиная от того, как я красива сегодня, я не знаю, накрасила глаза, да, и заканчивая до полёта в космос. Отлично. Вот. И, соответственно, вот чем мы больше, и эти такие дневники успеха ещё помогают тогда, когда, ну, знаете, бывает упадок сил, например, какое-то разочарование или какой-то, ну, неудача или провал, да, вот, чтобы вот не впасть в депрессию. Чтобы выйти правильно, да, из неё. Да, чтобы выйти из неё, ты посмотришь, ну, так-то я вот здесь молодец, здесь молодец, здесь молодец, отлично. Да, мне, кстати, даже практика нравится, это когда я, знаете, так, например, у нас же у профессионалов бывают такие моменты, что, ну, каждый раз кажется, что, ну, вот, и мне бы ещё надо поучиться, там, да, мне бы ещё вот нужно, там, вот дальше расширить свои, там, знания, да. И вот когда я начинаю просто раскладывать вот эти свои удостоверения, там, грамоты или, там, дипломы о том, что ты уже столько всего знаешь, и ты понимаешь, ну, ты нереально крут. Да, да, это такие погоны, это погоны, это звёзды на погонах. Иногда их стоит доставать, чтобы посмотреть и понять, что ты можешь, да, 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 ты эксперт, да, ты специалист, да? Да. А вот я в начале своей практики, например, начала считать часы своей практической работы. то есть сколько я, например, работаю с клиентами. И на определённом количестве я поняла, что ну так-то я крута. То есть вот именно вот это помогло. Нужно понять для себя каждый, то есть каждый, ну, нужно понять, что вот этими погонами будет. Согласна полностью. Вот. Следующее, что можно сделать, ну, соответственно, задавать себе вопросы. Да? Чего я хочу в какой-то сфере жизни? То есть, ну, это как бы постоянно себя спрашивать, чего я хочу, мне это действительно нужно. Ну, я вот уже говорила про эти четыре вопроса, готова ли я принять последствия, ну, и, соответственно, кому будет полезно. То есть это просто такие вот вопросы задавать. Простые, да, вроде бы, да, но, тем не менее, они очень действенные. Да. Честно отвечая на них, у тебя прорисовывается такая картинка. Да. Соответственно, в коучинге есть четыре главных вопроса. Такие вот, в принципе, на чём основан весь коучинг. То есть первый вопрос, кто я? То есть это нужно обязательно понять для себя, кто я. То есть это как личная идентификация, например, всё-таки мужчина или женщина, да, так и профессиональная идентификация. Вот. Какой у меня ролевой набор и так далее. Потом, чего я хочу. Да, опять же, цели и в каких сферах. Как этого достичь. То есть это мы уже прорабатываем план действий. И кому чему будет полезно, если я достигну этой цели. То есть, в принципе, постоянно как бы вот это себя спрашивать. То есть находить, по крайней мере, задавать эти вопросы и находить ответы. Такая тоже вот практика может быть. Ещё, если честно, мне очень нравится практика написания некролога. То есть, что бы я хотела услышать на своих похоронах о себе? О себе. На самом деле, как-то вот все очень пугаются этой техники, но она настолько, ну, как-то включает мозг, потому что будет-то уже всё, итог, подведение итога, исправлять уже ничего нельзя. И поэтому такое вот письмо о себе из будущего, о себе настоящее, оно тоже очень помогает расставить приоритеты. То есть, если человек вообще не понимает, в каком направлении идти, куда податься, куда бежать и вообще чем заниматься, то есть это, по крайней мере, может навести на мысль. То есть, например, ну... Как, знаете, прижали вас в угол уже, да? Да, 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 да. Говорят, чего же ты хочешь? Да, да, да. Вот. Что ещё можно сделать? То есть, если, например, не хватает времени самостоятельно вообще этим заниматься, то хорошая практика, ну, ходить на тренинги. На самом деле у нас сейчас очень много, выбор большой. Смотреть вебинары, да, которые бывают бесплатные абсолютно, да? Да, да, да. Но мне всё равно, если честно, больше всегда нравится именно личное, ну, как бы живые тренинги, как я их называю, потому что здесь идёт действие и, соответственно, и, как это сказать, авторитет, энергия ведущего и, соответственно, группы. И вот на своих тренингах я тоже замечаю то, что мы делаем, предположим, за три часа, если, например, я это буду делать одна, даже я, ну, как бы вот я знаю, как это всё быстро делать, и у меня займёт это не три часа. То есть это получается, ну, как бы так очень эффективная групповая работа. Ты на других смотришь, других слушаешь, общаешься, и вот это тоже помогает, вдохновляет. И опыт, да, приобретаешь. Потому что одно дело, когда тебе кажется, что вот это твоя только задача, а потом смотришь, а у другого похожая задача, но он уже вот на таком уровне, да? Да, да, да. То это стимулирует тебя, да? Да. Вот я почему за то, что вот когда, вот мы, помните, с вами говорили про ресурсы, да, то есть которые могут поднять твой боевой дух, я всегда, кроме друзей и единомышленников, всегда привлекаю в качестве конкурентов, да? Да. Чтобы были конкуренты, потому что у них всегда можно много чему научиться, хорошие конкуренты, да, и они тоже вдохновляют их победу, их успехи. Ты думаешь, ну, значит, у тебя тоже это обязательно получится, правда? Что еще можно сделать? Ну, это, конечно же, находить время для себя. То есть по возможности, ну, вот хотя бы раз в год подумать, да, когда включить генерала и подумать, чего ты хочешь, и прописать вот эту стратегию. Побыть наедине. На самом деле вот по своим клиентам я вижу, что многим это надо. То есть многие как бы потом осознают необходимость этого времени. Вот про это время хочу прямо, да, зачитать. То есть только когда останавливаешь бег мыслей, беготню тела, суету эмоций, только тогда по-настоящему начинается путь к своей мечте и своей цели. То есть вот это состояние тишины внутренней, оно должно первоначально у тебя присутствовать. Да. Только начиная с тишины ты осознаешь свою мечту, которую потом переводишь в цель. Да, 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 я абсолютно согласна, потому что шум у нас вот этот выключается, суета выключается, и мы уже можем услышать себя истинного. Да, да, себя истинного. Поэтому это время необходимо находить. То есть любым способом, кому что помогает. Кому-то спортзал помогает, да, там сделать упражнение умереть, и ты уже не думаешь. Да, кому-то помогает медитация, кому-то помогает молитва. То есть всё, что угодно. Используем всё это. Всё, что помогает, как бы да, всё работает. На самом деле, вот я тут читала газету, читала интервью с одним очень интересным человеком, и мне понравился вопрос, который он предлагает задавать себе каждое утро. На мой взгляд, очень коучинговый. Значит, как провести сегодняшний день с максимальной пользой, которая раскроет мой потенциал и инвестирует в будущее? Отлично. Да, и ты тут понимаешь, что ты уже... Можно прямо записать, да? Да, и тут здесь ты уже понимаешь, что ты ничем, извиняюсь за слово, фигнёй-то ты уже страдать не будешь. Не имеешь права просто, да? Да, потому что здесь нужно думать о раскрытии своего потенциала, и то, что сделает меня лучше в будущем, и, соответственно, происходит вот этот вот отсев всего ненужного и остаётся важное. Потому что если сейчас спросить любого человека, хватает ли вам 24 часа в сутки, большинство ответит, конечно же, нет. Конечно же нет, причём с годами всё больше и больше, да, не хватает этого времени. Да, 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 да. Ну что, спасибо большое за все эти рекомендации, за все эти практические методы и методики, которые вы нам сегодня рассказали. Друзья, я думаю, что эти 40 минут для вас были очень-очень полезными, для меня лично полезными. Да, благодарю вас, Надежда, за приглашение. Спасибо вам, Вера. Итак, в программе «Практическая психология». Сегодня мы раскрывали тему, как от мечты дойти до цели, ну и, конечно же, при этом всё сделать правильно, да? И помогала мне в этом лайф-коуч, создатель школы коучинга «Жить по сердцу» Вера Тюлькина. Вера, спасибо вам большое. Любви, здоровья, счастья, высоких целей. Спасибо большое. До свидания.